Первоклассника Ваню мама провожает и встречает со школы, как и все мамы всех детей в этом возрасте. Дома они старательно вместе учат уроки, играют с котом. Раиса искренне гордится своим сыном и открыто говорит о том, что у Вани синдром Дауна. Призналась, 8 лет назад она приняла одно из самых важных решений в своей жизни. Когда родился Ваня, это был шок. Шок, конечно, как у каждой родителей, у каждой семьи, когда рождается особый ребенок с синдромом Дауна. Но нам как-то, вы знаете, было много разных мнений, было много советов, приеда даже до того, что, наверное, может вы его оставите. Потому что помимо синдрома у нас еще порог сердца, у нас там еще с носиком, мы пережили три операции, поэтому как-то тяжелый был период. Но нам встречались хорошие люди, которые вот сказали нам хорошие слова, что все, что вы вложите в ребенка, то и получится. Что, да, потом информацию, что люди с синдромом Дауна, это просто другие люди, что так же обучаются, так же учатся в институтах, так же работают. И надо просто чуть-чуть приложить намного больше именно сил, наверное, внимания. И еще знаете, что поразило? Поразило большое желание жить. У кого-то, как и детей, очень сложный был порог у нас. Мы долго боролись, он 9 дней был реанимации за свою жизнь. И случилось так, что такого желания, даже врачи сказали, жить как у него, этому можно поучиться даже у взрослых. Солнечный лучик, солнечный зайчик, солнечный мальчик – это ее Ваня. Все 8 лет его жизни Рейса пытается доказать – дети с синдромом Дауна – обычные дети. И сегодня у женщины главное беспокойство за сына связано вовсе не с наличием у него лишней хромосомы. Хотелось, чтобы в наших было больше информации. Информацию даже для родителей, даже для специалистов, даже для всех людей, общества. Что когда мы приходим куда-то, даже в ту же больницу, все. Когда написано в карточке ребенка с синдромом Дауна, что, понимаете, мы должны понимать, что это не самое страшное, это не болезнь, ничего страшного. Что это просто ребенок с синдромом Дауна. То же самое, когда мы хотим чем-то заниматься, каким-то творчеством, там где-то, каким-то кружок куда-то, что не надо обращать внимание на диагноз. К сожалению, стереотип, что синдром Дауна – это диагноз. Это просто вот синдром Дауна, это другие люди. И поэтому, когда с этим сталкиваешься, но когда видят ребенка, тут же абсолютно все меняется. Поэтому, как и в школе, как и в садике, везде, когда да, вроде бы, что вот сообщается, что к нам придет ребенок, синдром Дауна немножко как-то, знаете, насторожен. А кто? А что? А как? Ну, потому что у людей нет информации, к сожалению. Любознательный, затаенно талантливый. Ему просто надо помочь. Помочь солнечным детям, вернее, одному солнечному мальчику Ване, решили в 16-й школе. Ваня – первый ребенок с синдромом Дауна, который проходит обучение. Здесь открыт интегрированный класс. Дети с особенностями занимаются наравне со всеми. Конечно, по специальной программе. Они вместе учатся. Учатся не только у педагогов, учатся друг у друга. Одни – общению, а вторые – доброте. Начав работать в данном классе, я очень переживала, все ли у меня получится, выйдет. Но начав работать с детками, я увидела отдачу от детей, как они любят работать, учиться. Дети очень хорошо начали усваивать материал, очень отзывчивые, добрые. И мне очень приятно с ними продолжать работу. Ваня – очень добрый, добродушный, отзывчивый ребенок. Очень любит математику. Особенно ему нравится урок трудового обучения, физкультура, рисование. Учимся писать элементы букв. Я думаю, что в будущем у него будут очень хорошие успехи в учебе. Ваня уже нашел в школе друзей. Появились и любимые учителя. Раиса отметила, за несколько месяцев учебы Ваня очень изменился. Неудивительно, ведь кроме мамы в него теперь верит много людей – и больших, и маленьких. Хочу благодарность высказать, конечно, нашей школе. Потому что, во-первых, да, это был первый ребенок в городе Мозырь с синдромом Дауна, который пошел в общеобразовательную школу. Да, создана интеграция, это тоже очень хорошо. Потому что ребенок уже видит, он не тянется к этим знаниям, которые есть. Знания, как и у других детей. Это очень огромное развитие для ребенка. Это огромная социализация, учитывая, что школа новая, у нас школа большая. Это не то, что интегрированный класс 4-5 детей, это общий класс 31 ребенок. К этому очень сложно привыкнуть. И, конечно, при педагогам нашим. Ну, естественно, тем всем людям, которые на нашем пути нам помогали. У нас хороший врач, у нас хороший логопед Татьяна Владимировна. У нас много людей, которые нам помогают. И тот же Московский фонд, и те же вот дети, которые в Беларуси сообщество. И все вместе это дает вот такой замечательный результат. Ну, и, конечно, пожелания родителям, особых детей, самое главное. Нужно поверить в своего ребенка. Поверить в его потенциал. Помочь ему открыться, раскрыть свой потенциал. И во все будет хорошо. К сожалению, встречала очень много родителей, даже в городе Мозырь, у которых... Знаете, вот грустные они, потому что, ну, не получается у ребенка. Ну, прогнозы тяжелые. Ну, надо постараться. Все получится. Не получится сегодня, завтра, послезавтра, еще как-нибудь. Надо поверить ребенку, они очень чувствуют, что если в них верить, раскрываются, и тогда это будет все хорошо. Ваня не единственный особенный ученик в классе. Этим детям, а главное их морально сильным родителям, приходится ломать стереотипы, проделывать титанические усилия, многократно доказывать, они хотят и могут жить в обществе. Главное, чтобы общество их замечало. Виктория Седницкая, Светлана Грудьком, Ян Михаленья, телеканал Мозырь.